Каджокская теснина Это 400-метровое ущелье реки Белая Попасть туда можно по оборудованной туристической тропе Прямо из поселка Каменомосский Вход на ней платный Кроме вида на само ущелье, на тропе есть мини-зоопарк и различные арт-объекты Вроде сюрреалистичных статус животных Лаганаки Популярный в последние годы туристический горный район Расположены в Адыгее и Краснодарском крае Центральная сторона плата Лаганаки закрыта горами С востока и запада Лаганакского Нагорья расположена наклонная плата Большая часть туристических маршрутов Адыгеи Проходит по территории Кавказского биосферного заповедника И его называют одним из самых красивых мест в России Там Альпийский луган, нетронутые леса, снежные вершины и горные ущелья В Адыгее множество пещер разной степени доступности и протяженности Самая популярная у туристов – Большая Азишская пещера Расположенная в 32 километрах от Каменоморского Большая Азишская Кастровая пещера – уникальный природный памятник Недаром она входит в пятерку красивейших пещер во всей Европе Находится она с южной стороны горного хребта Азиштау Расположенного на высоте 1600 метров над уровнем моря Считается, что именно эта пещера самая красивая во всем Краснодарском крае и в Адыгее А ведь тут их больше двух тысяч Внутри впечатляющая подземная река и несколько крупных залов со сталакитами и сталагнитами Экскурсоводы не только покажут эти загадочные места, но и расскажут все легенды и невероятные истории появления фигур в этих пещерах Михайло-Афонская пустынь – один из самых популярных туристических объектов Адыгей Приезжают сюда не только паломники и верующие, но и просто туристы, любители активного отдыха и роскошных горных видов Расположен монастырь в 60 километрах от Майкопа, в поселке Победа У склона горы – Кизябгу Переводится это слово как «сварливая женщина» Полное историческое название монастыря – Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь Возник монастырь после окончания длительной Кавказской войны, которую еще царское правительство вело с горцами После того, как в середине XIX века эти места были окончательно покорены и присоединены к Российской империи, было решено основать здесь монастырь Основателем его стал монах Маркирий Даже если вы не относите себя к числу верующих, посетить это место стоит хотя бы в силу нескольких причин Во-первых, основан этот монастырь был старцами из знаменитого Афона Во-вторых, в XIX веке это был самый большой мужской монастырь на Северном Кавказе И в-третьих, сегодня это самый высокогорный монастырь в нашей стране Главная достопримечательность монастыря и объект паломничества – целебный источник святого Пантелеймона В мужском монастыре также можно отведать очень вкусные домашние блинчики Главная достопримечательность монастыр Мы рассказали вам лишь о небольшой части достопримечательностей Республики Абигея У вас есть уникальная возможность открытия для себя, выстроить собственный маршрут путешествия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова